Что делать в случае, если покупатель решил отменить заказ, но поставщик его уже успел отправить, либо, по крайней мере, отгрузил его, но не успел еще прислать тебе shipping label. В таком случае тебе необходимо предупредить своего покупателя о том, что его заказ уже успел быть оформлен и, возможно, посылка уехала со склада поставщика. Но ты сделаешь все возможное для того, чтобы остановить отправку данной посылки, чтобы вернуть покупателю деньги. И в ближайшее время ты обратишься обратно к своему покупателю. Затем ты обращаешься к своему поставщику и узнаешь, отправил он посылку или нет. Если нет, то ты сразу же можешь отменить заказ у него и вернуть деньги покупателю, сделала free fund. Но в случае, если поставщик успел отправить тебе товар и сейчас будет уже подходит время к тому, что он скинул трек номер тебе, то в таком случае есть несколько вариантов решения данной проблемы. Первый вариант это ты пишешь своему покупателю, ты в любом случае пишешь своему покупателю сообщение с уведомлением о том, что его посылка уже, к сожалению, была отгружена. Но для того, чтобы он смог отменить свой заказ, ему нужно просто отказаться от получения посылки при получении. То есть, когда ему доставят посылку, нужно, чтобы он сказал, что он не хочет получать данный товар. И тогда курьер отправит посылку обратно на почту и почта отправит обратно поставщику. И тем самым ты сделаешь возврат средств твоему покупателю. Если покупателя не будет дома, ты можешь, да, ты сразу выдаешь инструкцию по сути. Сразу одним сообщением о том, что он может написать записку, оставить ее у себя на пороге. И записка будет с таким содержанием, что я там отказываюсь от какой-то посылки, чтобы вот подпись там была. И тогда курьер увидит данное сообщение и так же самым вернет посылку покупать на склад, если покупателя не будет дома и увидит он данное сообщение. Но, есть еще третий вариант, то есть, если, к примеру, ничего из этого не прокатило, да, то есть, покупатель либо принял посылку, либо поставщик, либо курьер оставил ее на пороге дома, то в таком случае необходимо, чтобы сам покупатель сделал возврат товара через функцию на Амазоне вернуть посылку. И после этого ты начинаешь отслеживать номер посылки, которая должна вернуться на склад поставщика. Как только она вернется, ты можешь сделать рефанд своему покупателю. Сейчас в Телеграме я открыл канал по Амазон, и ты можешь подписаться на данный канал, получая все обновления, последние видео по Амазон. И так же там получают все подписчики некоторые плюшки в виде готовых сообщений, которые вот, к примеру, сейчас я данное видео рассказывал. Там будет готовое сообщение уже на данную тему, то есть, просто те, кто смотрит данное видео, не получат такую плюшку, а те, кто подписан на канал, получат. То есть, подписывайся на канал, следи за новостями, и если есть вопросы, обязательно задавай в комментарии.